Александр Васильевич Шананин и Николай Всеволодович Трусов, да, я правильно правильно произношил. Да, у вас потрясающие интересные темы, вот она на экране, мы наконец-то узнаем, как нам живется в условиях санкций. Так что, пожалуйста, пожалуйста, можно начинать. Спасибо, спасибо, Виктор Мирич. Ну вот тема доклада «Анализ экономического положения домашних хозяйств России в условиях санкций». В своем докладе я расскажу о проблеме спроса на потребительский кредит в условиях сложившейся экономической ситуации. Санкции направлены в первую очередь на снижение уровня жизни домашних хозяйств России за счет кризиса банковской системы. Как мы видим, наблюдается резкое увеличение ключевой ставки Центрального банка, резко возрастает инфляционные ожидания, возникает социальная напряженность. Правительство, оно в свою очередь принимает меры для того, чтобы смягчить последствия введенных санкций. Эти меры, они оказываются путем финансовой поддержки домашних хозяйств. Финансовая поддержка может быть оказана как через прямые трансферты из бюджета, также через банковскую систему. Ну, примером оказания финансовой поддержки через прямые трансферты является период пандемии 2020 год, когда была оказана адресная поддержка, были осуществлены неоднократные выплаты малоимущим семьям, семьям и пенсионерам в период большой изоляции. Поддержка через банковскую систему, она может быть нацелена на регулирование ставки по кредитам, на увеличение денежной массы и расходов домашних хозяйств. Вот нас беспокоит, соответственно, канал через потребительский кредит, проблемы которого начались еще до пандемии. Потребительский кредит стимулирует экономическую активность населения, потребительский кредит также являлся одним из самых доходных активов банковской системы. Банки зарабатывали порядка 70 миллиардов рублей ежемесячно, ну, в связи, связанных в первую очередь с высокими ставками по потребительскому кредиту. Однако в условиях достаточно низких реальных доходов большинства заемщиков возникает риск, риск образования финансовой пирамиды, о которой еще говорил Максим Станиславович Орешкин в 2019 году. Большинство заемщиков имеют низкие доходы и в среднесрочной перспективе они не смогут обслуживать свой взятый кредит. Чтобы обслуживать текущий кредит, они будут вынуждены брать второй кредит, третий и так далее. Это может образоваться некая такая финансовая пирамида. На данном слайде представлены два графика. Синий график – это задолженность потребительского кредита населения к активам банковского сектора. И второй график – оранжевый потребительский кредит населения к ВВП за последние 12 месяцев. Как вы видите, к 2022 году эти значения достигли достаточно высоких показателей. Сейчас в условиях тяжелой экономической ситуации возникает проблема потребительского кредитования, она резко обостряется. И на основе математической модели, о которой дальше пойдет речь, мы пытались оценить возможные посредства. За основу мы взяли модифицированную модель РАМСЭ. Вот опишем поведение репрезентативного домашнего хозяйства. Домашнее хозяйство, запас денег М0, наличных денег, меняется в результате поступления доходов С от Т. И в результате С от Т доходы растут с темпом роста гамма. Также меняются в результате осуществления расходов С от Т. П от Т – это индекс потребительских цен, который растет со степенью с темпом инфляции ЖИ. И также присутствует взаимодействие с банковской системой. Ашель от Т – это взаимодействие с потребительскими кредитами. Если величина Ашель больше нуля, то происходит заимствование по потребительскому кредиту. Если величина Ашель от Т меньше нуля, то происходит домашнее хозяйство и осуществляет платежи кредита. Функция Ашель также может быть как положительная, так и отрицательная. Если эта величина больше нуля, то домашнее хозяйство относит свои наличные деньги в банк под некую ставку депозитов РД. И если величина Ашель меньше нуля, то происходит снятие денег со своего счета. Здесь также представлено уравнение изменений кредитной задолженности. Задолженность по потребительскому кредиту является РАТТ. И изменение сбережений в форме депозитов ДАТТ. РЛ – это, соответственно, процентная ставка по кредитам. РД – это ставка по депозитам. Что такое С и С? С от Т – это доходы домашнего хозяйства. С – это его расходы. А П тогда что такое? П – индекс потребительских цен, которые цены растут с темпом инфляции. Спасибо. Предполагается условие отсутствия арбитража. То есть ставка по кредитам, она больше, чем ставка по депозитам. Закон Фишера связывает между собой наличные деньги на руках и потребительские расходы ЦАТ. Величина ТЭТа больше нуля. Такая, что показатель единицы на ТЭТа, характеризует скорость обращения денег. Извините, вы расходы индексируете, а доходы… А доходы растут с темпом роста гамма. А их тоже надо индексировать? Они в темпе роста гамма учтены, что ли? Нет, это номинальные расходы. Номинальные доходы. ЦАТ – это доходы, расходы в ценах базового года, поэтому они индексируются. Здесь только денежные потоки. Гамма – это ожидаемые репрезентативные в вашем хозяйстве. Здесь это номинальные доходы. ЦАТ в ценах базового года, и поэтому они умножаются на инфляцию. Так, что ли? Да, да, да. Ага, ну понятно, да. Закон Фишера связывает между собой наличные деньги М0 и потребительские расходы ЦАТ через коэффициент ТЭТа. Величина единицы на ТЭТа – это скорость обращения денег. Удобно ввести величину Х от ТЭТ, назовем ее финансовое состояние домашнего хозяйства. Это наличные деньги М0 плюс депозиты минус задолженность по кредитам. Рациональное использование финансовых возможностей предполагает, что домашнее хозяйство не берет кредит и не сберегает одновременно. Поэтому величину Д от ТЭТ можно посчитать как Х от Т минус М0 с плюсиком, где плюс – это, соответственно, максимум из этой величины и нуля. А Л от Т, соответственно, как М0 минус Х от Т с плюсом. Дифференцируя вот это равенство Х от Т в силу представленных уравнений выше, можно получить динамику изменения финансового состояния домашнего хозяйства. Как С минус 1 на ТТ М0 плюс РД минус на Х минус М0 с плюсом минус РЛ на М0 минус Х с плюсом в силу вот этих систем. Еще раз, если можно, это ключевое соотношение, просто содержание каждого слагаемого еще раз произнесите, так трудно следить. Доходы, доходы минус расходы плюс… Это у нас что? Единица на ТТ – это скорость обращения денег. Это связывает между собой наличные деньги и расходы домашнего хозяйства. Вот закон Фишнер здесь указан. Вот. Плюс проценты, которые получает домашнее хозяйство со счетов на депозитах, минус платежи, которые домашнее хозяйство осуществляет по своим кредитам. Сейчас можно спрошу. Получается, что все зависит от М0. Как, ну, деньги будут выпускать? Нет, как будто расходы делаются от ЦАТ и ПАТ. ЦАТ тоже не очень понятно, откуда оно берется. А вот сейчас, следующий слайд. Все-таки вот санкции в чем заключаются? Они жить, что ли, управляют или чем? А это потом. Пока это к санкции не имеет отношения. Это такой элементарный кирпичик, из которого, в общем... Сейчас я рассказываю про модель, как описывается модель репрезентативного домашнего хозяйства. А потом, когда речь пройдет про сценарий, я расскажу уже, как влияют санкции на поведение домашних хозяйств. Вот, соответственно, пусть дельта – это коэффициент дисконтирования, он больше нуля, параметр альфа от нуля до единицы, а величина единицы минус альфа показывает отвращение к риску. Удобно ввести перенормировку. Х маленькая от t – это х большое от t на е в степени минус гамма t и ввести переномировку на, соответственно, наличные деньги на руках m от t. Условие платежеспособности заключается вот в следующем неравенстве. s плюс rl минус гамма на x0 больше нуля. Соответственно, если это неравенство нарушается, то заемщик, домашнее хозяйство, которое заемствует по потребительским кредитам, не имеет возможности с ними расплатиться. Надо следить, x0 – это что у нас? x0 – это финансовое состояние. Финансовое состояние в начальный момент принято. Финансовое состояние – это что такое? Это сумма денег на счету? Финансовое состояние – это наличные деньги плюс счета на депозитов минус задолженность по кредитам. Она может быть, соответственно, как положительная. x0 – маленькая. x0 – маленькая. x0 – большой, как соотносится? Это перенормировка. x0 – это x0 – на е в степени минус гамма. А, понятно. Соответственно, цель домашнего хозяйства – максимизировать дисконтированное потребление. Функционал 1. Задачу оптимального управления можно представить в виде, соответственно, представленного 1, 2, 3, 4. Максимизация функционала 1 в силу уравнения, дифференциального уравнения 2. Но вот, несмотря на такой, на первый взгляд, может быть, простой вид задачи оптимального управления, она имеет ряд некоторых особенностей. А вот альфа – это что за параметр? Альфа от нуля до единицы, а единица минус альфа – это отвращение к риску. Коэффициент отвращения к риску. Коэффициент чего? Коэффициент отвращения к риску. Это просто степенная функция. Функция полезной? Функция с постоянными. К риску – это степенная функция. К риску тоже функция с постоянными. А m – это расходы у нас, правда? Ну, там еще есть постоянный коэффициент единицы на тета, но поскольку он постоянный, то это действительно эквивалентно функционал дисконтированного употребления. Ну, употребление – это вы осуществляете с расходами. Да, m – работа. Ну, закон Фишером принимаем, поскольку рациональное домашнее хозяйство излишек денег может вкладывать в банк и получать процент, то ликвидные средства держатся на уровне, необходимом для осуществления потребительского расхода. Когда вы говорите о потреблении, что имеется в виду? Светы. 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 Светы, что такое? Я понимаю… Расходы, потребительские расходы. Вот, расходы, я и говорю. Просто расходы. Да. А где-то налоги у вас там где-то учтены? Налогов нет здесь, нет. Нет, налогов нет вообще, да? Да. Ну, они так, в принципе, там могли бы… Да, без проблем, просто это коэффициент. Доходы по доходам учтены и там, соответственно… Да, 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 конечно. Вот, несмотря на такой, на первый взгляд, простой вид задачи оптимального управления, данная задача имеет ряд особенностей, такие как некомпактность МАТ и негладкость правой части дифференциального уравнения 2. И негладкость возникает из-за того, что максимум из Х-М и нуля берется. Вот, и также должно выполняться в условиях, что к моменту времени Т-большое на временном горизонте домашнее хозяйство должно расплатиться со своими кредитами. Из-за того, что у нас возникает негладкость правой части дифференциального уравнения, мы воспользуемся принципом максимума Пантрегена в форме Кларка. Если у нас пара Х-АТ является решением задачи оптимального управления, то существует такая абсолютно непрерывная функция ФИАТ, которая удовлетворяет своему дифференциальному уравнению. Фактически существует три режима домашнего хозяйства. Домашнее хозяйство либо берет, заимствует по кредиту режим заимствования. Если выполняются вот эти неравенства, тогда, соответственно, потребительские функции М определяют следующим образом. Дифференциальное уравнение на ДХ по ДТ представлено здесь, и, соответственно, дифференциальное уравнение на функцию ФИАТ тоже представлено. Второй режим – это автономный режим, мы его называем автономным, это когда домашнее хозяйство не взаимодействует с банковским сектором, то есть не берет потребительский кредит и не сберегает. Вот в силу того, что возникают негладкие правые части, здесь возникает некое дополнительное управление УАТТ, в дифференциальном уравнении на сопряженную переменную. Извините, а есть сбережения разной срочности, с разными условиями, вы как с этим обходитесь? Что значит домашнее хозяйство сберегает? Да, домашнее хозяйство, ну, когда домашнее хозяйство имеет свои счета на депозитах, получается, это процент дорого. То, что в модели РМС, это никак не учитывается, это одно, но если вы… Здесь тоже не учитывается, здесь учитывается только то обстоятельство, модель в этом смысле относительно грубая, то, что процентные ставки по кредитам и процентные ставки по депозитам очень существенно в России отличаются. Из-за этого возникает и негладкость. А вот как быть, если мы это прикладываем к какой-то реальности, то возникает вопрос. У меня много, значит, есть счета разной длительности, да, есть долгосрочные счета, есть краткосрочные, ставки там разные. Ну, собственно, так как это делает Росстат, он вычисляет среднесвешенную ставку РДР и, собственно, с ними мы и работаем. Сейчас он, по-моему, там как-то среднесвешенная ставка все-таки относится к относительно годовым, что ли, в общем, к каким-то относительно краткосрочным, я не уверен. Нет, 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 все равно вычисляется ежемесячная среднесвешенная. Нет, ну ежемесячная, но долгосрочная. Соответственно, с ними мы и работаем. Но это немножко дальше. Хорошо, хорошо. Будет рассказ, когда будет идентификация. Хорошо. Ну, как я говорил, кроме того, выполняются условия трансверсальности, что в конечный момент времени домашнее хозяйство должно расплатиться с кредитами. Итак, вот еще раз напомню параметры. Какие параметры модели? Параметры модели делятся на показатели внешнеэкономической конъюнктуры. Это РЛ, это ставка по кредитам. РД, это ставка по депозитам. Гамма, это темп роста доходов. И Ж, это инфляция. И также есть три параметра, которые описывают поведенческие характеристики самого домашнего хозяйства. Тета, величина единицы на тета, скорость обращения денег. Альфа от нуля до единицы, величина единицы минус альфа, показывает отвращение к риску. И дельта, это, соответственно, коэффициент дисконтирования. Ну, немножко главное, скорость обращения денег относительно к домашнему хозяйству. Да, есть, так сказать, скорость обращения денег по денежным агрегатам. Вот М0, как денежный агрегат, он обслуживает в основном потребительские расходы, поэтому, в принципе, не можно говорить. Это какая-то характеристика же экономики. Просто ее вроде как отнести к инфляции, к росту доходов. Вы, безусловно, правы, Владимир Иванович. Вот эта характеристика некая, если угодно, вот эти поведенческие характеристики социального слоя, которые представляет данное репрезентативное домашнее хозяйство. Единицы на тета, скорость обращения денег. А тета – это величина запаса денег, которые вот такой репрезентативный потребитель привык держать в ликвидном состоянии для того, чтобы обслуживать свои потребительские расходы. У разных слоев это может быть разная величина. В этом смысле вы правы. У вас один слой. Нет, нет, дальше мы будем рассматривать. Слой быть не один. Слой быть, конечно, не один. А единицы на альфа – это тоже кривизна функции полезности. Она тоже разная у разных слоев. А вот дельта – это тоже характеристика того, насколько домашняя хозяйство, считая сложившуюся конъюнктуру, прежде всего, те четыре параметра, устойчивой и позволяющей ему на какой-то горизонт времени планировать свою деятельность. То есть это характеристики, грубо говоря, социального слоя. И у разных социальных слоев, которые представляют домашнее хозяйство, они вообще, говоря, разные. У разных слоев и темп роста доходов может быть разный. Да, совершенно верно, вы правы. Да, конечно. Как и есть. Соответственно, в зависимости от того, как соотносится между собой эти четыре величины – RL, RD, величина дельта минус единиц минус альфа на Т, это и дельта плюс единиц минус альфа на гамма, можно выделить различные типы поведения домашней хозяйства, которые действительно относятся к определенному социальному условию. Если временной горизонт задачи T большой устремить бесконечности, то можно построить синтез задачи оптимального управления практически в аналитическом виде. Перебирая синтез, соответственно, содержит в себе семь типов поведения в зависимости от того, как соотносятся вот эти четыре величины между собой. Но вот тип поведения один. Если коэффициент дисконтирования достаточно большой, больше, чем, соответственно, ставка по кредитам, и RL, естественно, ставка больше, чем ставка по депозитам, то в этом типе поведения домашнее хозяйство исключительно заимствует по кредитам. Синтез M от X, вот тогда представлен в следующем виде, он вообще линейен от X, финансовое состояние X. Если выполняется такое сочетание параметров, тогда в данном типе поведения домашнее хозяйство либо заимствует подпотребительскому кредиту, либо не взаимодействует с банковской системой, то есть находится в автономном таком состоянии. От чего это зависит? Зависит от текущего состояния X, от текущего финансового состояния X. Если X меньше вот этой величины, то домашнее хозяйство берет кредит, и M от X он представлен в следующем виде. Извини, вопрос, здесь режим заимствования. Но в конце концов, вы уже предполагаете, что он расплачивается со всеми долгами, правильно я понимаю? В конце, да. В конце, то есть он все время заимствует и в самый последний момент расплачивается. Как будет использоваться эта модель немножко дальше, она будет использоваться как вот такое скользящее планирование. Но здесь же T-бесконечность, правильно? Это уже можно расплачиваться. На самом деле, T-бесконечность, здесь есть коэффициент дельта. То есть если мы рассмотрели бы такую задачу, когда T-большой является случайным, экспонициально распределенным с показателем дельта, и максимизировали бы математическое ожидание, то переставляя интегралом мы как раз получили бы вот интеграл, где T-бесконечность, а возникает дисконтирование с этим параметром дельта. У него как-то обещается понятие режима заимствования с условием задачи, что в конце потребитель должен расплатиться. Строится решение типа синтеза. То есть вот если домашнее хозяйство находится в состоянии X, то оно применяет вот такое управление. И дальше траектория эволюционирует. Потом в какой-то момент происходит переключение в поведение за счет того, что X меняется. И домашнее хозяйство начинает вести себя иначе. А, то есть режим заимствования... Это вот нулевой момент времени. Если он находится в состоянии, планируя свою деятельность на вот такой бесконечный горизонт с дисконтированием дельта, тогда вот она себя ведет вот таким образом. Минуточку. Правильно я понимаю, что режимы заимствования относятся к определенному периоду? Просто к моменту времени даже. К моменту времени. Ну как всегда в теории управления синтеза. Это тоже домашнее хозяйство. Может быть немножко два слова. Сейчас, одну секунду, можно вернуться к задаче. Ага, вот сюда. Значит, вот принцип максимум Пантригенова, как здесь написано, он позволяет получить управление как функцию от сопряженной переменной φ. И это не устраивает нас. Для дальнейшего нам надо построить управление в форме синтеза. То есть зависимость от x управления. Для этого нам надо выделить ту траекторию, которая удовлетворяет условиям трансферсальности. Здесь условия трансферсальности на правом конце это x от t большое равно нулю. Вот выделяя вот эту траекторию, мы находим зависимость между φ и x, подставляя ее в m, и получаем синтез. Это понятно. То, что стандарт модели Росея. Но у меня вопрос. Вы там говорите, что если дельта, значит, больше ставки процента, это же относится, так сказать, именно к потребителю навсегда. У него же не меняет. Это относится к потребителю навсегда, но что он будет делать в момент времени начальной? Он будет применять вот такое управление. Дальше, так сказать, по ходу времени, если мы поставим такой вопрос, а что он будет делать через момент времени, там, два года? Это величина, а у лава другой. У него поменяется дельта, у него поменяется... Дельта не поменяется, РЛ, РД останется тем же самым, но поменяется отверт. Нет, не понимаю. Дельта не является характеристикой радиопотребителя навсегда? Да, является. И РД, и РЛ являются характеристикой потребителя навсегда. Но когда строится синтез, Он строится таким образом, что если проанализировать, как себя ведет вот эта вот траектория при Т стремящейся к бесконечности, то там есть магистральный эффект. То есть там магистраль, ну грубо говоря, как классическая модель арамсии, здесь это не так, здесь все сложнее. Там положение равновесия типа седло является магистралью. Если вы переходите к пределу при Т стремящейся к бесконечности, то выделяется траектория, которая является сепаратрисой, устойчивой, входящей в это положение равновесия. А расплата, грубо говоря, осуществляется на хвосте, когда вы выходите из этого положения равновесия. Для любого конечного Т действительно происходит расплата, но синтез на том промежутке времени. То есть он как бы, вот этот режим расплаты вместе с Т большой бесконечности, стремящейся к бесконечности, уходит на бесконечность. Это, в принципе, стандартная ситуация. Остается непонятно, вот вы, есть потребитель, у которого вот оказываются такие соотношения, как написано. Вы говорите, он работает в режиме заимствования. Но мы знаем, что в результате он должен расплатиться. Поэтому этот режим заимствования, он должен кончиться на самом деле тем, что он расплачивается, да? Да, 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 да. У него меняется х таким образом, что, значит, вот каждый раз м больше, чем 1. Что значит, что режим заимствования, что у него х отрицательный. Вот м минус х больше нуля. Но в конце он приходит в состояние, где м равняется х, и он расплатился. Я понял, да. В пределе он там, разница у этого бывает, и в пределе он все-таки расплачивается. Понятно. Ну, если мы будем смотреть вот на ту траекторию, которая вот возникает. Он все время должен, он все время как бы заимствует, да? Да, да, да. А расплачивается в конце. Но в промежуток времени он убегает на бесконечность. Долг убывает, и в пределе он расплачивается. Да, да. Я понял, спасибо. Вот тип поведения 2. Данный тип поведения включает в себя сочетание режимов как заимствования, так и автономный. Если, значит, тип поведения 2 наблюдается, когда выполняются такие неравенства. Витаминович, я хотел сказать, что, конечно, в этом режиме заимствования, тем не менее, он всегда платит проценты. То есть, он вот свой долг обслуживает. Ну, да. Но при этом остается долгий. Да, 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 да. Ну, понятно, конечно. Да, спасибо. Вот, соответственно, в типе поведения 2, если финансовое состояние домашнего хозяйства X меньше вот этой величины, то домашнее хозяйство заимствует по кредитам. Синтез его представлен здесь. Если финансовое состояние X больше этой величины, тогда домашнее хозяйство не взаимодействует с банковским сектором, то есть не берет кредит и не сберегает. Тогда просто M от X равно X. Тип поведения 3. Тип поведения 3. Он сочетает в себе режимы как заимствования, так и автономного, так и сбережения, в зависимости тоже от значения X. При этом граница, соответственно, между автономным и режимом сбережения в форме депозитов определяется с помощью решения вот этого трансцендентного уравнения сверху относительно XR, относительно величины XR. Соответственно, если X меньше, опять же, вот этой величины, тогда домашнее хозяйство находится в режиме заимствования. Его синтез определен верхней строчкой. Если финансовое состояние X больше этой величины, но меньше, чем XR, тогда домашнее хозяйство находится в автономном режиме, не взаимодействует с банковской системой. А если финансовое состояние X больше, чем XR, тогда домашнее хозяйство сберегает в форме депозитов, и его синтез определяется, вот я сказал вначале, практически в аналитическом виде можно построить синтез. Вот в этом режиме, чтобы найти синтез, нужно решить трансцендентное уравнение, вот оно представлено, и найти корень M1. Он, соответственно, имеет единственное решение на отрезке X больше XR. Тип поведения 4 и тип… Видите, пожалуйста, а вот здесь куда-то пропало G. Вот, например, если ставка по кредиту меньше инфляции, так, казалось бы, вот все и должны брать… Вот как это? Особенно. Вот видите, дельта равняется дельта 0. А, это оно перешло в дельта, да? Да, да. Понятно. Вот. Тип поведения 4 и тип поведения 5 – это типы поведения, когда возможно исключительно взаимодействие с банковской системой, либо режим заимствования, либо режим сбережения в форме депозитов. В типе поведения 4, если наблюдается такое соотношение параметров, если финансовое состояние X меньше, чем S-тета на 1 плюс гамма-тета, тогда домашнее хозяйство заимствует по кредитам. И чтобы найти синтез, нужно решить трансцендентное уравнение относительно M2. Данное уравнение имеет два положительных корня M2, и мы ищем минимальное решение. А если X больше, чем величина S-тета на 1 плюс гамма-тета, тогда домашнее хозяйство сберегает в форме депозитов. И чтобы найти синтез, мы должны решить трансцендентное уравнение относительно M3. Вот оно представлено по центру слайда. Данное уравнение также имеет два положительных корня, и мы ищем максимальное решение. Соответственно, в типе поведения 5 тоже, если X меньше, чем S-тета, вот когда достигается, когда мы попадаем в тип поведения 5, вот при таком соотношении параметров, то есть коэффициент дисконтирования очень низок, ниже, чем ставки по депозитам и, естественно, ставки по кредитам. Если X меньше, чем S-тета на 1 плюс гамма-тета, мы также решаем трансцендентное уравнение относительно M2 и ищем минимальное решение. Это будет синтезом. И, соответственно, если X больше, чем S-тета на 1 плюс гамма-тета, то синтез вообще можно представить в явном виде. Домашнее хозяйство тогда сберегает форму депозита. Ну, и типы поведения 6 и типы поведения 7 – это вот тоже также режимы исключительно заимствования, и синтез можно представить в явном виде. Построив вот этот синтез M от X, мы его можем подставить в задачу Каши, в дифференциальное уравнение dx по dt. Соответственно, мы можем просто решить задачу Каши, откуда определить динамику финансового состояния домашнего хозяйства X от T, и уже оттуда также мы можем определить динамику потребительских расходов единицы на ТТМ, динамику задолженности потребительскому кредиту L от T, и динамику сбережений в форме депозитов D от T. Я хотел бы еще обратить внимание на то, что синтез строился для задачи, где конъюнктура была фиксированная, РЛ, РД и гамма. А когда решается задача Каши, то предполагается, что она может меняться. И поэтому вот так используется синтез. Это соответствует концепции скользящего планирования. Изменилась ситуация, вообще поменялось поведение. Тип поведения, может быть, даже тип поведения. То есть переход из одного с другом. Соответственно, вот как можно использовать модель? Использование модели, оно состоит из трех этапов. На первом этапе происходит идентификация модели. То есть мы определяем поведенческие параметры тета, альфа и дельта. На самом деле тету и альфа можно зафиксировать константами, а коэффициент дисконтирования дельта, он зависит на самом деле от ставок по кредитам, ставок по депозитам, от параметров внешней экономической конъюнктуры. Дальше, соответственно, мы настроили вот эти поведенческие характеристики домашнего хозяйства так, что они воспроизводят исторические данные по задолженности LAT, употреблению CAT. И дальше второй этап – это верификация модели. То есть зафиксировав настройку вот этих параметров экономических конъюнктуров, тета, альфа и дельта, мы задаем реальные данные внешнеэкономической конъюнктуры, мы сопоставляем, насколько вот эта настройка, она так хороша. Это период верификации. Сопоставляем динамики, полученные динамики задолженности по кредитам, динамики расходов, динамики депозитов, вот с их историческими значениями на некотором проверочном интервале времени, чтобы убедиться, что не произошло переобучение модели. И третье, вот после того, как мы провели идентификацию, настроили параметры, провели верификацию, можно уже задавать различные сценарии, задавать входные параметры экономической конъюнктуры, такие как, опять же, ставки по кредитам, по депозитам, темпы роста гаммы, инфляции и изучать различные сценарии поведения домашних хозяйств, происходящих на макроу. И также анализируя на выходе показатели задолженности и расходов домашних хозяйств. В качестве опорной статистики мы взяли статистику ОБДХ, это статистика обследования бюджетов домашних хозяйств, данные, которые собираются по статам. В вопрос входят порядка 50 тысяч домашних хозяйств из 82 регионов страны, то есть практически из всех регионов, и эта статистика собирается ежекварталь. Вот регионы, которые входят в эту статистику, представлены на слайде. Мы разделили эти регионы на три группы по уровню потребления, выделили, соответственно, бедную группу регионов, среднюю группу регионов и богатую группу регионов. Ну, в богатую группу регионов преимущественно вошли столичные группы регионов, а также нефтедобывающие области. Ну, вот как вы видите, здесь еще проведено сопоставление с населением страны. 23% населения проживает в бедных регионах, столько же проживает в богатых, и чуть больше половины проживает в средней группе регионов. Ну, вот немножко странно, конечно, что Чукотская и Саха республики отнесены к богатым. У меня как-то такого впечатления не было. Можно, по какому принципу? Мы анализировали расходы на одного члена семьи. Нет, так оно и ясно. И достаточно четко вот они делятся на… Там разные потребительские цены совсем, так что надо бы как-то делить на… Да, и это тоже, так сказать, как раз тот самый неполиметрический метод, которым мы занимаемся уже там несколько десятилетий, мы, собственно, использовали. Вычисляли индекс потребительских цен, дефлировали доходы на расходы. И вот таким образом сопоставлены. Потому что неудивительно, если там Санкт-Петербург и Москва относятся к богатым, но когда Камчатка, ну, там Сахалинская область, Чукотка, которые вообще… Чукотка после обработки – шикарный регион, совершенно. Нет, нет, Володя. Возвращение там жить плохо? Нет, нет. Они действительно богаты. По всем, так сказать, если смотреть на доходы, да, и даже относительно цен, все равно эти регионы всеми признаются богатыми. Да, богатые. Ну, народ туда рвется или нет? Чукотка. Богатые тоже плачут, Володя. Ну, да. Но вот дальше начинается, так сказать, что каким образом учесть в этой функции полезности, скажем, негативное отношение к тому, что там низкие температуры. Ну, это вот никак не учтешь. Ну, или, по крайней мере… Чукотка, она же на дотациях во многих. Да, да, это тоже верно. А это не имеет отношения, собственно, к тому, к себе ведут домашнее хозяйство. Из какого источника они получают доходы, никак шла. То есть, если им много дают дотаций, то они становятся автоматически богатыми. Ну, вообще-то да, если у них есть, так сказать, ресурсы… Нежний источник подпитки. Но они по отношению к потребительскому кредиту ведут себя иначе, чем если бы у них не было. Хорошо, давайте вперед. Здесь все нормально. Соответственно, вот я сказал, что за основу мы взяли статистику обследования бюджета домашних хозяйств «Росстата», она включает в себя 295 вопросов. Один из вопросов это проживание. В каком, соответственно, месте проживает домашнее хозяйство? В городском типе или в сельском типе? Мы выяснили, что домашнее хозяйство, которое относится к бедной группе регионов, примерно половина, 55% проживает в городе, а остальные 45% проживают в сельской местности. Соответственно, бедную группу регионов мы разделили еще на две, на те домашние хозяйства проживают те, кто проживают в городском типе и те, кто в сельской местности проживают. Здесь на данном слайде представлена таблица всех групп регионов, вот сверху бедная группа регионов город, бедная группа регионов село, средняя группа и богатая. И, соответственно, В каждой группе регионов есть четыре строчки. Здесь представлена статистика, вот как отвечают на вопросы домашние хозяйства согласно обследованиям ОБДХ. Были выделены нами необеспеченные заемщики, то есть это те домашние хозяйства, которые имеют потребительский кредит и имеют низкие доходы. Обеспеченные заемщики – это домашние хозяйства, которые имеют потребительский кредит, но также имеют высокие доходы. Выплачивающие ипотеку – это домашние хозяйства, которые имеют ипотеку. Мы их классифицировали как домашние хозяйства с самыми высокими доходами. И прочие – это те домашние хозяйства, которые не имеют потребительского кредита. Вот можно, соответственно, здесь посмотреть количество домашних хозяйств, какое у нас наблюдается. Это средние. Мы взяли, соответственно, статистику ОБДХ в период с 2015 по 2020 год. То есть на временном участке 6 лет ежеквартально, то есть 24 наблюдения у нас есть. Здесь представлен также состав семьи, доходы на человека в месяц, расходы на душу в месяц. Вот можно посмотреть долю детей, долю работающих и платежи по кредитам. Вот стоит обратить внимание на то, что среди заемщиков больше всего, естественно, необеспеченных заемщиков, то есть низкодоходных. Их состав семьи, вот, например, бедная группа регионов, город. Их средний состав семьи больше трех человек. При этом доходы на душу составляют в бедной группе регионов 12 тысяч, в сельской местности бедной группы меньше 10 тысяч на душу, в средней 13 600 и в богатой 20,5 тысяч. Они, вот эти доходы у необеспеченных заемщиков на душу, примерно в два раза меньше, чем доходы на душу у обеспеченных заемщиков. И, как мы видим, по соотношению доли детей, она преобладает, их больше у необеспеченных заемщиков, чем у обеспеченных. То есть отсюда можно сделать вывод, что необеспеченными заемщиками в большинстве случаев являются молодые семьи с детьми. При этом в силу вот этих низких доходов вот возникает такая ситуация, когда домашнее хозяйство живет практически на уровне мрота. Ну, там, допустим, случается какая-то жизненная ситуация, например, заболевает ребенок, нужны или нужны, соответственно, какие-то расходы дополнительные на ребенка. Денег нет, вот домашнее хозяйство берет потребительский кредит. В большинстве случаев необеспеченных заемщиков этот потребительский кредит составляет от 20 до 50 тысяч рублей. Но в силу того, что доходы крайне низкие, в возможности расплатиться с этим потребительским кредитом домашнее хозяйство может испытывать серьезные трудности. Вот это то, с чего я начинал свой доклад, что возникает риск возникновения вот этой финансовой пирамиды. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Вот, скажем, берем первую строчку. У нас доходы там где-то, я не знаю, на 15% выше расходов. Значит ли это, что эти хозяйства сберегаются? Нет, нет. Во-первых, в расходах не учтены платежи по потребительским кредитам. А как же так, а почему? Ну, здесь вот отдельная последняя строчка – это платежи по кредитам на человека в месяц. Сейчас, и что будет, если я добавлю? Ну, сойдется, например, возьмем силу. Но все равно остается чего-то такое. Нет, ничего не остается. Да нет, ну не остается. Ну, две тысячи там добавить к десяти. Ну, все равно. Нет, значит. Будет 12. Ну, что-то они сберегают. Нет, нет, нет. Ну, хорошо, вот две тысячи добавляем к десяти. Двенадцать. Получаем 12. Ну, меньше, да. Девять и девять, а здесь я не вижу один. Там с точностью, ну, если вы с точностью до 20 рублей, то может быть. Но все-таки немножко меньше расходов. Это вопрос точности вычислений, скорее. Ну, хорошо. По-моему, здесь представлены вот средние за 24 наблюдения. Ну, соответственно, также вот можно сделать вывод о том, что о качестве дифференциации на группы регионов. Как мы видим, соответственно, доходы у необеспеченных заемщиков в богатой группе регионов, они практически вдвое больше, чем доходы у необеспеченных заемщиков в бедной группе регионов. Выплачивающую ипотеку в три раза. Ну, выплачивающую ипотеку в три раза. Вот. Дальше мной был разработан программный комплекс. Программный комплекс, позволяющий работать с вот этой статистикой ВБДХ и с моделью Рамсея. Он написан на языке MATLAB с использованием вот приложения, там App Designer есть. Программный комплекс состоит из четырех блоков программ. Первый блок нацелен на, соответственно, работу с данными ОБДХ. Второй блок нацелен на классификацию заемщиков, то есть определение выбора. Можно выбрать некую группу регионов, выбрать, соответственно, классифицировать необеспеченных заемщиков, обеспеченных заемщиков и прочих домашних хозяйств, выплачивающих ипотеку. Вот. Третий блок нацелен на идентификацию параметров. То есть для каждого слоя, например, необеспеченных, там, обеспеченных заемщиков из разной группы регионов можно настроить вот эти параметры альфа, тета и коэффициент дисконтирования дельта. Вот. И дальше четвертый блок, он нацелен на построение прогноза. Задавая вот внешние экономические параметры, можно посмотреть, как будет вести себя репрезентативное домашнее хозяйство в данной группе регионов, вот, относящиеся там либо к обеспеченным, либо к необеспеченным. Вот. Ну, если возникнет интерес, я с удовольствием продемонстрирую какой-нибудь кусок вот этого программного комплекса или построю при вас прогноз. На данном графике представлен скриншот, то есть снимок экрана. Первый этап – это этап работы с данными ОБДХ. Здесь у нас выбрана бедная группа регионов. Вот можно наблюдать, соответственно, по опросам, где находятся заемщики по кредитам, вот в каких регионах их больше всего. Здесь видно, что 11% находится в ТВЕ, согласно статистике ОБДХ. Ну, а ТВА, как известно, является самым закредитованным регионом России. Ну, внизу также вот можно наблюдать количество домашних хозяйств, которые, значит, попало в данную группу регионов и относятся к заемщикам в 2015 году, в 2016 и так до 2020 года, ну, соответственно, в первом квартале, в втором квартале, в третьем и в четвертом. Тут получается, что в Дагестане 0,1%. Почему? Он что, богатый? Нет, почему? Просто мало респондентов из Дагестана было. А, респондентов мало? Да, да. Мы же объединили это как группа регионов, вот можно просто посмотреть, как распределяются респонденты. А как же сравнивать тогда разные регионы, если качество респондентов? Надо как-то делить на что-то. Нет, ну, мы рассматриваем три группы регионов. А внутри надо, наверное, к числу респондентов как-то относить, нет? Ну, мы считаем, что у них схожее поведение. В данной группе регионов, там, в Полтайском крае, Ставропольском крае, Ингушетии, Дагестане, ТВ, заемщики, вот эти параметры тета, альфа и дельта, у них схожие. Вот, поэтому мы модерируем репрезентативное домашнее хозяйство для всей вот этой группы регионов. Не для каждого региона, а для... Все равно, каким образом доля респондентов может вообще оказывать здесь влияние. Это для статистики. Нет, если бы... Имеет отношение, на самом деле, к верификации модели. Ну, хорошо, да. В принципе, не имеет, да, но если домашних хозяйств мало, то влияние того, что вот эта выборка оказалась нерепрезентативной... Да, это понятно, конечно. ...это естественно, поэтому, по-моему... Я понял. ...мы до этого работали с российским мониторингом экономического положения и здоровья населения, который не в ШИ, там у них порядка трех тысяч. Вот, ну, видишь, на трех тысячах более-менее уже можно что-то делать. Вот видите, здесь где-то вот для... Ну, понятно. Вот так и получается. Ну, также вот из 295 вопросов, на которые отвечают домашние хозяйства ежеквартально, нами были отобраны порядка 40, чуть больше вопросов, наиболее предоставляющие для нас интерес. Вот один из вопросов, например, это суждение о финансовом положении домашнего хозяйства. Здесь, соответственно, представлены два снимка экрана. Сверху представлены, как отвечают респонденты необеспеченных малодоходных заемщиков избирной группы регионов, проживающих в городе. А снизу, как отвечают респонденты высокодоходных заемщиков тоже из той же группы регионов, проживающих в городе. Ну вот сверху у необеспеченных мы видим, что 0,7% не хватает денег на еду, больше 22% на еду денег хватает, но одежду, покупать одежду и оплачивать ЖКХ затруднительно, 62,5% на еду хватает, на одежду хватает, но товары длительного пользования, такие как бытовая техника, холодильники, стиральные машины, телефоны и так далее, они купить себе не могут, и, соответственно, вот можно посмотреть, как отвечают, как распределены респонденты обеспеченных заявщиков, то есть высокодоходных, вот мы видим, что здесь процентное соотношение, оно, так сказать, смещено вниз по ответам, вот, это что касается статистики. После того, как, соответственно, мы настроили идентификацию, здесь представлены результаты идентификации и верификации модели для каждой группы регионов. Здесь представлены задолженности по кредитам для бедной группы регионов, для средней группы регионов и для богатой группы регионов. Красная розовая область – это период идентификации с 2015 по конец 2020 года. А оранжевый, светло-желтый фон – это период верификации. За верификацию мы взяли 2021 год. Соответственно, сплошная кривая – это интегральные данные, то есть данные Росстата по задолженности по потребительским кредитам данной группы регионов. А, соответственно, штрих-пунктир – это результат работы модели РАМСЭ, результат настройки идентификации. И пунктир – это то, как период верификации, такой тестовый период после обучения модели. А неправильнее ли относить это к сумме кредитов? Потому что тут абсолютные цифры, а у каждой группы совершенно разный размер, получается. Здесь умножается начисленность населения, безусловно. Нет, не на численность, а просто на величину кредита. Вот, наверное, в богатом регионе кредит больше берут. Нет? Величина кредита. Размер кредита больше, но в сумме, так сказать, больше всего берут, конечно, среднюю группу регионов. Это же суммарный кредит. Да, должен суммарный. Ну да, но просто когда мы смотрим, как это себя ведет, чтобы сравнивать разные регионы, наверное, лучше как-то привести к общему свидетельству. Мы их, собственно, не сравниваем, мы их совершенно независимо моделируем. Но они связаны через общую банковскую систему, через общее правило, которому даются кредиты. Ну да, но сама тенденция просто, чтобы, может быть, там увеличивается общий размер кредита, и из-за этого растет и задолженность. А относительно задолженность… Размер кредита зависит от того, сколько хочет взять домашнее хозяйство. Да, он зависит. Хорошо, давайте вперед, да. Нет, ну у меня вот по поводу этих картинок, во-первых, ну реальные данные и идентификации, они как-то довольно сильно отличаются, а во-вторых… Нет, нет, Володя, не сильно. Ну как, вот, скажем, левая картинка. Ну, тенденция, тенденция… Кроме того, ну, как бы, если бы мне сказали, дорисуй вот этот последний год, как пойдет, то без всякой науки я бы примерно так же и нарисовал бы. Нет, ну это не… Нужна ли модель, если, ну, как бы можно… А вот, на самом деле, очень хороший вопрос, Валерий Иванович, если вы его повторите, когда мы закончим, у нас есть ответ за готовый. Мы покажем, как можно нарисовать и что при этом получается. Ну да. Нет, на мой взгляд, совпадение, качественное совпадение здесь очень хорошее. Ну, там надо было бы, конечно, еще понять, ну, так, как-то оценить отклонение, но у вас, наверное, оценка отклонения есть. Да, так сказать, какой процент здесь есть, если мы возьмем разность и там вычислим среднее, сколько получается примерно. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну, конечно, да, конечно. Вы не считали, но полезно было бы иметь. Да. Тенденция уловлена, очевидно. Вот. Ну, и после того, как мы провели идентификацию и верификацию модели, вот мы давайте перейдем к рассмотрению сценариев. Я представлю четыре сценария. Вот в первом сценарии рассмотрим резкий скачок месячной инфляции до 30% в марте 2022 года, в марте нынешнего года. При этом рост цен к концу 2022 года цены выросли в полтора раза. Предполагаем в данном сценарии, что рост доходов населения, то есть господдержка, которая оказана домашним хозяйством, всем домашним хозяйствам России составит не более двух триллионов. Это даже не только поддержка, а просто рост доходов, да. То есть это очень оптимистически относительно. Возможно, инфляция здесь завышена, да. А вот это потребительские цены, да, правильно? Да. Общий темп инфляции был меньше. Да. Это потом тоже, в других сценариях мы об этом скажем. Ну, вот я говорю, возможно, такая месячная инфляция, она завышена, но она позволит проанализировать, а как себя ведет вот модель, обученная модель на этих, при таких резких изменениях параметров конъюнктуры. Ну, вот здесь представлена, соответственно, месячная инфляция, квартальная и годовая. Вот цены вырастают в полтора раза к концу года. При этом ставка по кредитам, значит, была увеличена ключевая ставка до 20%, сейчас ее снизили до 17%. Ну, мы полагаем, что ставка по потребительским кредитам составляет на уровне 35-40%. Ну, и по депозитам увеличена ведь ставка. Да. По депозитам тоже увеличена. Здесь мы рассматриваем исключительно заемщиков. Проблема, как я говорил в начале, проблема, которая нас интересует, это состояние потребительского кредита. Выживет ли вообще он, так сказать, или нет, как инструмент поддержки домашних хозяйств, как инструмент адаптации домашних хозяйств к изменениям экономического положения, изменениям конъюнктуры. Я вспомню цифру, извините. Какая доля вообще потребителей берет кредиты у нас? Порядка 30%. 30%, да. Из них 70%, согласно статистике, составляют необеспеченные домашние хозяйства. Которые неэластичны в своем поведении по отношению к процентам. А 30% это когда-нибудь брали или что ли систематически берут, или как? 30% имеют задолженность. А, 30% имеют задолженность по кредитам, да? Да. Из них 70% домашних хозяйств имеют необеспеченный кредит, это малодоходно. Да, их принципы поведения неэластичны. Они берут, потому что попали в некую безвыходную ситуацию, с которой они не могут... Фактически они берут деньги на еду, когда там вот... Или на лекарства, или на еду. Когда там денег нет, вот я показывал, да, слайды. Ну, на холодильник это уже обеспечено. Показывал слайды вот с этими таблицами дифференциации по группам регионов. Помните, у них доходы 12-15 тысяч, даже меньше, на человек. Даже 10. Даже 10 вот в сельском типе бедной группы регионов. И когда домашнее хозяйство при этом имеет кредит, есть ему нечего, она берет второй, третий кредит, ему уже все равно, под какую ставку на самом деле. В одном банке там ему отказали под ставку 20%. Он пошел там в микрофинансовую организацию, взял под 80%. Лишь бы какие-то деньги выдали. Официальный уровень бедности у нас ниже. Там не 30, по-моему, где-то 20. А 30% это же не бедность, это число тех, кто берет кредит. Среди них... Вы говорите, иметь задолженность по кредитам. Задолженность, да. Среди них есть и обеспеченные... Сколько у вас, какой процент у вас у бедных по стране получается, вот так, как вы считали, бедных домашних хозяйств? 30. Ну, мы так не оценивали, но только есть 70.07 на 0.3, ну 20%. Ну, то есть, похоже на официальный бедности. Хорошо. Ну, вот, возвращаясь к этому первому сценарию, мы предполагаем, что очень оптимистичный сценарий относительно доходов. Здесь представлены доходы на душу населения в бедной группе регионов. Соответственно, слева сверху представлены доходы необеспеченных заемщиков в городе, справа представлены сверху доходы обеспеченных заемщиков в городе, снизу, соответственно, слева доходы необеспеченных заемщиков, проживающих в сельской местности и справа обеспеченные в сельской местности. Ну вот вертикальная черта – это период резкого изменения параметров экономической конъюнктуры, это март 2022 года. Здесь мы полагаем, что никакого падения доходов, номинальных доходов нет, продолжается естественный рост, соответственно, что будет при такой ситуации. При такой ситуации, ну, соответственно, цены растут в полтора раза, вот внешняя инфляция 30%. Вот что происходит с задолженностью на душу населения в бедной группе регионов. Еще раз, сверху город, снизу село, слева необеспеченные заемщики, справа обеспеченные. Точки, вот эти жирные точки, это периоды времени, когда домашнее хозяйство не может расплатиться с кредитом. То есть нарушается вот это выполнение, вот это неравенство X больше, чем минус S на RL минус гамма. Условия расплаты. Здесь, в данном случае, вот мы видим, что репрезентативные домашние хозяйства разорены. Кстати, ведь государство продлило срок погашения кредитов по очень многим, так сказать, параметрам, по разным кредитам. То есть все увеличилось, поэтому непонятно. В принципе, конечно, смягчает ситуацию, но здесь ответ такой вопрос, что было бы, что значит точка? Сможет ли, так сказать, домашняя хозяйство расплатиться с кредитом, если конъюнктура останется такой, какая она в этом месяце есть, в данный момент? Значит, вот точки такие вам показывают, что к концу года все домашние хозяйства… Есть, наверное, какие-то данные о реальной несостоятельности заемщика? Вот это или нет? Вообще-то должно быть, наверное. Реально, какая часть заемщика оказывается несостоятельна? Это зависит, вот здесь совершенно правильно звучал вопрос, что это зависит от того, как с ними работать. Можно продлевать кредит, можно его реструктурировать, чем многие банки занимают. Да, обращаться в суд, например. Можно обращаться. Есть банкротство, так сказать, добровольное есть банкротство? Да, есть закон о банкротстве физических лиц. Собственно, в 2019 году и был спор у Орешкина с Набиулиной по поводу его предложения. Он говорил, что этот порог дефолта надо снизить. Сейчас он 200 тысяч, что для бедных, малообеспеченных домашних хозяйств, какая-то сумма запредельная. Хотя, вот видите, вот здесь показано, что не такая уж запредельная. Если у них вот здесь задолженность на март месяц была в городе, у необеспеченных заемщиков, бедной группы регионов, порядка там 200-250 тысяч рублей, то к концу, так сказать, года она вырастет там до 650. Долги на такой уровень выходят. Но расплатиться 200 тысяч рублей немыслимая сумма, и он предлагал снизить до 10 тысяч рублей. Как соотносятся все-таки вот эти данные с реальной несостоятельностью? На самом деле это трудный вопрос, потому что часть заемщиков, которые не в состоянии расплазиться, они перекредитуются просто-напросто. Но это вроде как юридически они не являются несостоятельными. Да, но есть такой показатель, который обращает внимание, что у них от 30% до 50% их доходов уходит на обслуживание кредитов. Ну хорошо, да, но кроме того, есть именно юридическое понятие несостоятельности, когда там кредитор обращается в суд и так далее. Вот как это все соотносится здесь, вот в этих цифрах? Никак, никак. Это не изучалось. Хотя там тоже происходят какие-то, значит, такие тревожные события. Это вот где-то в конце марта было сообщение, что приставы отказываются выполнять судебную обслуживание. Да, известно. Ну, просто я имею в виду, что, может быть, полезны были бы какие-то вот такого рода данные здесь тоже. Их, к сожалению, мы с ними не сталкивались, не уверен, что они. Владимир Иванович, а можно вот к вашему замечанию вернуться по поводу сопоставления реальных данных с результатом идентификации? Я просто хочу сказать, что вот те три графика, которые я показывал, там, период идентификации, верификации, это интегральное сравнение с данными Росстата. А здесь вот представлено, соответственно, вот для каждого на душу населения была проведена настройка вот этих параметров тета, альфа, регрессия для коэффициента дисконтирования дельта от Т. Вот сплошная линия, это согласно статистике ОБДХ, какую задолженность имеет на душу домашнее хозяйство, а пунктир, вот он практически здесь наложен, это результат этой идентификации. Их не отличишь, да. Да, и вот здесь они вот в точности очень хорошо воспроизводят, а дальше, когда происходит корректировка вот на население, да, здесь, ну, небольшие могут быть отклонения. То есть прогнозируем-то мы на душу населения в каждой группе регионов для каждого типа заемщика, вот, а дальше просто проведем корректировку на население. Вот, при этом в данном сценарии вот все-таки в бедной группе регионов, да, вот видите, вот с корректировками населения здесь, да, здесь такие отклонения быть могут. Возрастает задолженность более чем в два раза до 4,5 триллионов рублей, ну, вот здесь еще добавляется вот этот период зоны-зоны прогноза, такая светло-синяя. Значит, D1, вот по обозначениям, D1 это, соответственно, необеспеченные заемщики, D2 это обеспеченные заемщики. Вот снизу это такой суммарный график, вот можно посмотреть, в какие месяцы происходит банкротство домашних хозяйств. Вот они все становятся банкротами в марте месяце, зеленые, соответственно, это необеспеченные заемщики, проживающие в сельской местности, они из этого банкротства не вылезают. Чуть получше ситуация у обеспеченных заемщиков, проживающих в городе, в бедной группе регионов, ну, соответственно, вот эти точки соответствуют периодам. Знаете, какой вопрос возникает? Вот в модели Рамсея же никаких банкротств нет. А там вообще нет задолженности. Там в апперпроцентные ставки по кредитам и депозитам равны, и вообще там в основном рассматриваются режимы, где есть бережи. Ну да, правильно, но вы используете модель Рамсея, но я имею в виду модифицированность. Только, так сказать, в том смысле, что уровень агрегации и уровень, так сказать, упрощения приблизительно такой же. Вот так, как вы говорили, мы дюрацию, например, не учитываем, эта критика вполне, так сказать, законная, естественно, сейчас очень существенная. Ну, мое замечание просто относится к тому, что для того, чтобы сделать модель Рамсея более реалистической, видимо, надо предположить, что там возможно все-таки банкротство. Вот, иными словами, вот это предположение о том, что у нас на бесконечности все балансируется, оно слишком смелое, так сказать, на самом деле, для той ситуации, которая рассматривается. Какое у нас предположение фактически есть? Мы считаем, что если вот перешли вот эту самую черту, где они не могут расплатиться, у них меняется поведение, они садятся на праздничное имение. Ну, соответственно, вот при этом... Они могут оказываться должниками, вот что важно, что нету вот этого условия на бесконечности, что обязательно, так сказать, каждый расплатится долгами. Ну, ладно, это немножко сложно, конечно. Давайте вперед. Нет, мы неким образом решаем, по-моему, вот эту вот проблему, когда поступаем таким образом, мы рассматриваем задачи с конечным горизонтом, и там есть условия, что конечный горизонт должны расплатиться, а потом конечный горизонт убегаем в бесконечности. Тогда вот, собственно, возникает то, на что вы сразу обратили внимание, что этап расплаты тоже уходит на бесконечности. Надо обслуживать ноги. Ну, хорошо, да. Давайте вперед. Какая ситуация? Вот в данном сценарии средняя группа регионов. Здесь также сверху представлена средняя группа регионов. Доходы необеспеченных заемщиков, доходы обеспеченных заемщиков на душу. Снизу, соответственно, богатая группа регионов. Слева также необеспеченные низкодоходные, а справа обеспеченные высокодоходные заемщики. При этом, что происходит с задолженностью? Средняя группа регионов, домашние хозяйства также разоряются к концу года. Причем как необеспеченные, так и обеспеченные. Обеспеченные чуть позже, ну, март-апрель, такая шоковая ситуация. Богатая группа регионов также необеспеченные, обеспеченные разоряются в марте, когда происходит вот это резкое изменение параметров конъюнктуры. При этом потом они из состояния банкротства выходят. Но необеспеченные заемщики в богатой группе регионов, соответственно, в периоды октябрь, ноябрь, декабрь снова уходят в период банкротства. Выживают только богатые среди богатых, то есть обеспеченные заемщики из богатой группы регионов. При этом, соответственно, суммарные задолженности по данным группы регионов в данном сценарии представлены на этом графике. Рост задолженности практически до 13 триллионов в средней группе регионов и рост задолженности в два раза примерно. И суммарные показатели по этому сценарию, вот они представлены на этом графике. Задолженность на начало 22 года составляла порядка 12,5 триллионов по потребительским кредитам, это без ипотеки. И вот наблюдается при таком сценарии рост задолженности в два раза, практически до 25 триллионов рублей. Рассмотрим второй сценарий. А что будет, если рассмотреть вот эту такую же шоковую инфляцию, ежемесячно 30% в марте месяце, также цены растут в полтора раза, но доходы населения, они растут не на 2 триллиона до конца года, а на 12 триллионов за счет государственной поддержки. 12 триллионов взяты неспроста, сейчас я объясню почему. Значит, здесь также представлены, давайте начнем с бедной группы регионов, их доходы, сверху город, снизу село, слева необеспеченные, справа обеспеченные заемщики. Вот, соответственно, динамика задолженности на душу населения, они становятся банкротами, домашние хозяйства исключительно в марте месяце 22-го года. Потом они из этого банкротства выходят, но при этом их задолженность, она достаточно сильно растет. Извините, а теперь 12 триллионов, это что, разово или по 23-го? Нет, до конца года, начиная с апреля 22-го года, до конца предполагается, что рост доходов составит 12 триллионов у населения. У нас сейчас… Нет, 12 триллионов – это в месяц? Нет, 12 триллионов в сумме. А, за все время равномерно? Равномерно, по декабрь включить. Равномерно, вот по месяцу, значит, примерно триллион в месяц, да? Ну, у нас доходы 6 триллионов, порядка 6 триллионов в месяц составляют расходы. Ну, значит, будет 7, да? Да. Вот представлена, соответственно, в данном сценарии суммарная задолженность в бедной группе регионов. Они все, как видите, точки, они сконцентрированы, это периоды банкротства в городе, в селе, до 1, напоминаю, не обеспеченные заемочки, до 2, обеспеченные, исключительно в марте месяце. Потом они из этого банкротства, репрезентативное домашнее хозяйство, выходят. В Сирии, в средней группе и в богатой группе регионов, предполагается следующая динамика доходов. У них также возникают трудности, ну, где-то в марте, где-то вот в марте-апреле, периоды банкротства, потом они из этого банкротства выходят. Прошу прощения, а как вы прогнозировали ставку по кредитам? Она, на самом деле, очень резко меняется, так же, как и ставка. Я вот в начале первого сценария сказал, что в данных сценариях мы рассматриваем ставку по кредитам на уровне 35-40%. Сейчас я... Она резко меняется, на самом деле... В предыдущем сценарии это, наверное, было оправданно, потому что потребительский кредит становится невозвратным, и вот эти риски, по-видимому, надо закладывать. Вот в этом сценарии... Но по мере того, как сейчас снижается, так сказать, ключевая ставка центрального банка... Трудно сказать, что будет. Вот в последнем сценарии мы рассмотрим более реалистичное предположение, которое соответствует тому, что сейчас. Соответственно, вот здесь представлено во втором сценарии, с учетом государственной поддержки 12 триллионов до конца года, задолженности в средней группе регионов и в богатой группе регионов. При этом суммарная задолженность по России также вырастает в два раза и составляет на те же 12 триллионов до 25 триллионов. И в этом смысле есть паритет, получается, что государственная поддержка увеличения трансферта, так сказать, увеличения доходов на 12 триллионов и, значит, вот рост задолженности по кредитам тоже на 12 триллионов, то есть по обоим каналам приблизительно. Ну, реально, если мы увеличим, так сказать, трансферты государства на 15%, так можно было ожидать, что инфляция увеличится вот по сравнению с первым, у второго сценария. Ну, здесь гипотеза такая, что она все равно будет в полтора раза к концу года. Ну, почему, если мы увеличиваем доходы населения, то одновременно увеличивается задолженность по кредитам? Казалось бы, наоборот. Нет, спрос на кредит. Ну, здесь рассчитываем просто. Спрос на кредит увеличивается. Ну, вообще-то говоря, если цены выросли в 15-15 раза, то, чтобы сохранить старые потребительские расходы, то общее увеличение должно быть на 30 триллионов за год. Ну, вот здесь 24. Но при этом вот я подчеркну еще раз, что отличие вот этого второго сценария, вообще в первом 2 триллиона, а здесь 12 триллионов. Отличие в том, что в первом сценарии образуется финансовая пирамида, все заемщики становятся банкротом, а здесь банкрот, они только в периоде марта и апреля. Рассматриваем третий сценарий. В третьем сценарии мы рассматриваем случай гиперинфляции, когда ежемесячная инфляция находится на уровне 10% с марта месяца, при этом рост цены. Цены вырастают в 2,5 раза к концу года. И запускается печатный станок. Доходы населения до конца года вырастают на 60 триллионов. 60 триллионов – это такая грубая оценка того, сколько нужно напечатать денег и раздать населению, чтобы вот эти домашние хозяйства оставлялись платежеспособными. Здесь, соответственно, на этом графике представлена вот эта ежемесячная инфляция 10%, квартальная, годовая инфляция, цены растут в 2,5 раза. Также здесь представлена вот эта динамика доходов в бедной группе регионов. Сверху город, снизу село. Задолженности на душу населения, соответственно, домашние хозяйства становятся неплатежеспособными на протяжении, ну, где-то одного квартала, где-то март-апрель, где-то март-апрель, мая-июнь, но потом они из этой области неплатежеспособности выходят. В бедной группе регионов при таком сценарии задолженность вырастает до 4,3 триллиона. Здесь, соответственно, представлены доходы в средней и богатой группе регионов также. Также их, они банкротятся в, ну, на протяжении одного квартала, то есть март-апрель-май, а потом, соответственно, из этого периода банкротства выходят. Скажите, вот вы сказали, 40% тут вроде бы, да, кредиты даются? Да, да. Ну, если при такой инфляции, так получается, что это фактически раздача денег, да? Да, но при этом, значит, банки не остаются в убытке, потому что для них деньги стоят, ну, не больше 20, да. Было 20, потом снижается. В этом смысле, вот такое бывает, вот так было у нас в России, значит, 90-х. Ну, да. Так, хорошо, да. Вот, при этом, соответственно, суммарная задолженность в средней группе регионов вырастает до 12 триллионов, богатой до 7,3. А суммарная задолженность, да, на те же практически 12 триллионов вырастает, до 23,6, что на самом деле даже чуть меньше, чем мы рассматривали суммарные показатели в предыдущем двух сценариях. Ну, вот это говорит о том, что вот эта роль потребительского кредита в экономических отношениях, она снижается. Ну, да, в 5 раз меньше в этом году. Ну, да. И рассмотрим последний, наиболее такой реалистичный сценарий. Вот данных Росстата за март, вот инфляции за март еще нет, но она есть. Здесь оценка, оценка есть, основываясь на еженедельной инфляции, у нас она в начале марта составляла там где-то 2,2%, где-то чуть больше в какую-то неделю, чуть меньше, но предполагается, что инфляция месячная за март составит порядка 8%. При этом мы также в данном сценарии предполагаем, что рост цен также будет в полтора раза к концу года. Также предполагается падение доходов, номинальных доходов на 10% населения вследствие безработицы. По некоторым оценкам безработица может составить до 14%, что, по-моему, в 2 раза больше, чем в период пандемии. Это неизбежно, неизбежно падение номинальных доходов, и мы предполагаем здесь в данном сценарии адресную поддержку, то есть не раздача всем денег, а раздача денег исключительно заемщикам, которые, соответственно, нуждаются в этой поддержке. Также предполагается здесь, ну вот нами было рассчитано, что до конца года заемщикам необходимо выделить 1,3 триллиона рублей. И здесь предполагается дифференциация ставок по потребительским кредитам, потому что, на самом деле, ставки для обеспеченных заемщиков, они ниже, чем ставки, которым выдаются кредиты необеспеченных заемщикам. Ну вот на графиках такая ситуация выглядит следующим образом. Месячная инфляция 8%, потом она находится на уровне 2-4, квартальная, годовая, цены вырастают в полтора раза к концу года. Сверху справа представлены ставки по кредитам. К концу 23-го года? Нет, к концу 22-го. А вот тут написано полтора, вот внизу я вижу, как раз на 23-м, нет? Ну 23-й, это начало. Начало. А, это начало 23-го. Соответственно, справа сверху представлена динамика ставки по кредитам необеспеченным заемщикам. Динамика до зарплаты. Да, ну деньги до зарплаты. 35% тоже не с головы придумали. Мы посмотрели, под какую ставку вот дает сейчас деньги, что называется, до зарплаты Сбербанка. Они удают практически по 36%. Вот. А обеспеченным заемщикам у них ставка по кредитам, предположим, что будет снижаться до 20% к концу года. При таком сценарии, значит, рассмотрим доходы бедных групп регионов. Здесь рассчитан некий такой оптимум, сколько, какие доходы, насколько нужно профинансировать вот эти заемщиков, чтобы они оставались платежеспособными. Особо потребление у них не будет отличаться сильно от прожеченного минимума, но, тем не менее, они выживут, так сказать. Вот. Ну, вот здесь сверху, значит, здесь представлена бедная группа регионов, опять их динамика доходов. Сверху город, снизу село, слева необеспеченные заемщики, справа обеспеченные. В скобках указано, сколько нужно выделить денег, начиная с апреля 2022 года, то есть текущего месяца, до конца года, ну вот в миллиардах рублей. То есть 71 миллиард на необеспеченные заемщики, проживающие в бедной группе регионов в городе, 52 примерно миллиарда обеспеченным заемщикам тоже в городе из бедной группы регионов. Ну, вот вы видите, в скобках там 81 миллиард необеспеченного в селе, 38 обеспеченного в селе из бедной группы регионов. В общем, очень мало по сравнению с тем, что вы сказали, сколько там, 1,3 триллиона, да? 1,3 триллиона это будет в сумме. Ну, в сумме, но вот пока была небольшая часть, там 300 миллиардов. В бедной группе регионов проживает 23% населения, а в среднем 54, сейчас мы не выйдем. При этом задолженность, так сказать, репрезентативных домашних хозяйств, домашние хозяйства банкротятся на протяжении 3-4 месяцев, начиная с марта. Потом из этого банкротства они выходят за счет вот этих минимальных субсидий. Задолженность в бедной группе регионов вырастает до 3,3 триллионов. Точками опять вот эти указаны периоды времени по месяцам, когда банкротятся репрезентативные домашние хозяйства из города, из села, обеспеченные, не обеспеченные. Средняя группа регионов, вот, пожалуйста, здесь для необеспеченных заемщиков до конца года необходимо выделить порядка половины-полутриллиона рублей. Обеспеченным 200, ну, где-то четверть триллиона. И столько же необеспеченных богатых и порядка 83 миллиардов обеспеченным заемщикам из богатой группы регионов. Ну, вот, после вот такого падения на 10% репрезентативного домашнего хозяйства, падения дохода на 10%. Задолженность репрезентативных домашних хозяйств на должное население, вот, представлено на этом графике. Также вот наблюдается банкротство, ну, на протяжении квартала где-то 4 месяцев, где-то 2 месяцев. Потом из этого банкротства домашнее хозяйство выходит. Суммарно в средней группе регионов задолженность вырастает чуть больше, чем, составит чуть более, чем 9 триллионов в конце года и чуть больше, чем 5,5 триллионов богатой группы регионов. Соответственно, суммарно, если просуммируют все задолженности по трем группам регионов, задолженность вырастет до 17 триллионов. То есть она вырастет на 5 триллионов за один год, с начала 22-го года. При этом, вот, если просуммировать вот эти субсидии, которые мы в данном сценарии распределили заемщикам из разных групп регионов, эти субсидии составляют 1,3 триллиона. То есть эти цифры, они, ну, не такие катастрофические. При этом платежеспособность с середины года домашних хозяйств, она сохраняется. Ну, краткие выводы, о которых я уже говорил вот по ходу демонстрации этих сценариев. В первом сценарии финансовая пирамида образуется, если денег, соответственно, добавить, то заемщики остаются платежеспособными. Это пришоковая инфляция в 30%. В третьем сценарии запускается печатный станок. На самом деле, действительно, платежеспособность, она зависит от процентной ставки по потреб кредитам. А в четвертом сценарии, вот, такой наиболее реалистичный, что ли, когда рост доходов до конца года составит заемщиков, вырастет на 1,3 триллиона, цены вырастают в полтора раза. Когда заемщики восстанавливают свою платежеспособность к середине 2022 года, а кредит за должность вырастает по кредиту на 5 триллионов. Ну вот, последний, наверное, один из завершающих слайдов. Это, вот опять, скриншот, снимок экрана одного из этапа комплекса программ. Это здесь представлена такая область платежеспособности домашних хозяйств на примере необеспеченных заемщиков из бедной группы регионов, проживающих в городе к концу 2022 года. По одной оси здесь доходы, какие они составят к концу года на душу населения. Инфляция, рост цен к концу года и ставка по кредитам к концу года. Вот, соответственно, можно, как были рассчитаны вот эти субсидии заемщиков. Мы в последнем четвертом сценарии рассмотрели рост цен в полтора раза. Вот провели срез, соответствующий 1,5, получили фазовую плоскость ставки по кредитам, рейли, доходам вес. Зеленая – это, соответственно, область, где домашнее хозяйство остается платежеспособным вот к концу периода, к декабрю 2022 года. Зафиксировали ставку по кредитам и провели вот где-то доходы на границы вот этой области, области платежи. То есть это надо умножить на 100, что ли, да? Почему на 100? Вот что такое ставка по кредитам? Ставка по кредитам до 100. Да, на 100. Но если это 40 процентов. Годовые, да. Ну и как я сказал, чтобы домашнее хозяйство, так сказать, жили, могли обеспечивать свой кредит, но при этом их потребление, оно находилось на достаточно таком низком, не сильно отвечающем от МРОТа уровне. То есть эта точка была взята на границе вот этого множества. Отсюда были произведены расчеты по выплатам заемщиков. Ну вот буквально, если позволите пару слов сказать про все, что до этого я говорил, это модель репрезентативного домашнего хозяйства. Но когда репрезентативное домашнее хозяйство, очень много говорил я в своих сценариях о банкротстве, когда репрезентативное домашнее хозяйство разоряется, то очень важно и очень интересно смотреть на все поведение социального слоя. Это как раз у меня вопрос. Вот когда вы говорите, что домашнее хозяйство является банкротом, что это означает в вашей модели? Нарушение условия платежеспособности. Вот оно. То есть когда финансовое состояние X меньше, чем минус S доходы, деленные на ставку. И тогда что делать? Тогда при сохранении конъюнктора, при сохранении доходов, домашнее хозяйство никогда из этой области не выйдет, не сможет расплатиться. Сейчас, минуточку. Но в реальности банкротство означает... Если это условие нарушается. Сейчас. В реальности банкротство означает, значит, теоретически, что из имущества, так сказать, часть имущества продается банкрота, и таким образом, значит, он освобождается таким образом от долгов, а дальше уже продолжает жить. Долгая жизнь начинается. Дело в том, что это хорошо для случая ипотеки, когда есть какой-то залог. Нет, нет, нет. А в случае, значит, левицкого передета залога нет, поэтому имущество какое найдется. А вот мы же говорили, что 70% этих заемщиков – это люди малообеспеченные. У них фактически никакого имущества такого для реализации-то и нет. Они могут брать кредит, они берут кредит в этих сценариях, но при этом они уже являются банкротами. Им выдают кредиты, им выдают кредиты по высоким ставкам, но домашние хозяйства понимают, что они никогда с ними не расплатятся. В силу того, что нарушается вот это… Это условие, если это условие нарушается, то при сложившейся конъюнктуре из него выйти нельзя. Х всегда останется отрицательным. Когда мы говорим об вопросе, мы говорим только вот это. Вы считаете доходы, но есть имущество. И на самом деле я могу… Да, но если имущество оценивать как вот M0 плюс D минус L, вот финансовая позиция, то она остается отрицательным. Нет, имущество с самого начала нужно оценивать как некий запас, который имеется. Например, я могу продать свой дом и перейти в… Да, наверное, но там тоже есть ограничения. И они, по-моему, к потребительскому кредиту большого отношения не имеют. Это правило домашних хозяйств, которые не обладают ликвидным… Ну, это вот я не знаю, это нужно… Нет, ну да, я согласен, мы это не занимаемся. Нет, но как реально разрешается ситуация банкротства? Все-таки они каким-то образом… Пока вот в этот слой с потребительским кредитом, вот в таком форме, как реализация имущества, она не проникла. Пока она проникла таким образом, что коллекторские агентства вот рисуют полукриминальные, так сказать, процедуры. Ну, нет, фактически для того, чтобы расплатиться, это может быть не судебное решение о том, что мы там, значит, изымаем там квартиру. А фактически потребитель может поменять, так сказать, свою квартиру на меньшую для того, чтобы расплатиться. То есть у него все-таки денежные доходы – это не единственное, с чем он будет оперировать в этом процессе. Но это относится даже не к тому слою, по-моему, в основном, который мы назвали обеспеченными, а к тому, которым мы назвали платежники. А к ним – да. Ну, не очень ясно, на самом деле. И еще один вопрос теперь – а как они выходят из состояния банкротства? А если конъюнтура поменялась-то? Ну, если он уже был банкротом, то… А, очень просто. У него может измениться зарплата, или измениться гамма, или измениться… А его кредитная история такая, что ему кредитов либо не дадут, либо заберут кредит на невероятной величины. В этом же все дело. Так, хорошо, давайте вперед, надо заканчивать уже. Пару слов, когда возникает вот это банкротство, нужно интересно очень детально рассмотреть данный слой населения. Не как себя ведет среднее репрезентативное домашнее хозяйство, а как ведет себя ансамбль. Банкроты, да. Ну, вообще все домашние хозяйства в данном слой не обязательно банкроты, да. Такое групповое поведение. Груповое поведение, да, вот ансамбль домашних хозяйств. Здесь предполагается, что доходы S являются стахастическим процессом. Они описываются стахастическим дифференциальным уравнением S на гамма темп роста доходов DT плюс сигма ноль DW дифференциал Виннерского процесса. Тогда задача оптимального управления, она вот представлена в следующем виде. И, соответственно, чтобы описать цели управленческие характеристики, которые принимает домашнее хозяйство, вводится уравнение Гамильтона Якоби Беллмана, которое решается в попятном времени. Вот оно представлено сверху. Из которого можно найти синтез M от XS и этот синтез подставить в уравнение Калмагорова-Фокера-Планка, который решается в прямом времени, уравнение Калмагорова-Фокера-Планка описывает плотность, как меняется, эволюционирует плотность распределения домашних хозяйств, маленькая, от финансового состояния X и от доходов S в момент времени T. Вот, решив, соответственно, вот это уравнение, можно посмотреть, как эволюционирует вот это групповое поведение. Ну, для этого были, соответственно, построены соответствующие разностные схемы задачи. И в завершение я хочу представить вот на примере выбранного социального слоя, как меняется их плотность распределения. Здесь на графике, сейчас я запущу это видео, вот скажу, что здесь отображено. По оси абсцисс – это финансовое состояние X в тысячах рублей. По оси ординат – доходы на душу населения S, тоже в тысячах рублей. Зона экстра-пор – это, ну, вот границы зон, которые отделяют там банкротов, заемщиков, сберегателей – это вот эти красные линии. Все, что ниже вот этой красной линии, области экстра-пор – это банкроты. Синяя область – это поры, это заемщики. Зеленая речь – это сберегатели. Ну, соответственно, сверху показан год и период месяца, и доля, соответственно, домашних хозяйств, которые находятся в той или иной области. Вот можно запустить и показать, что вообще вот это решение, вот это уравнение, оно поддается решению. И посмотреть, вот как меняется, происходит, соответственно, смена типа поведения. А цвет меняется – это что значит? Он уже оливковый какой-то. Сейчас я на паузу поставлю. Здесь произошло переключение в третий режим, в третий тип поведения, прошу прощения, когда появляется прослойка автоном. Вот вы помните, синтез там еще в начале были зеленые и синие сберегатели и заемщики были. Для данного слоя они либо сберегали в форме депозитов, либо брали потребительский кредит. Автономных не было. Произошло переключение, изменились параметры конъюнктуры, произошло переключение в тип поведения 3. И здесь, соответственно, уже наблюдается ПОР – бедные заемщики, МИД – автономные, РИЧ – сберегатели. Вот эта дырка что значит? Дырка… Загадочная. Там ничего нет. Там нет просто таких домашних хозяйств, которые в этой области хватит. Да. Ну, вот можно наблюдать, что начало 2019 года сейчас пошло. Вот увеличивается… Красные – это банкроты, да? Красные банкроты, да. Вот увеличивается число банкротов. Так, по оси Х вот это облако, это вид сверху плотности распределения, оно сдвигается налево, то есть население беднеет. Увеличивается, соответственно, доля и заемщиков, и банкрот. Вот 22-й год, декабрь, январь. Январь 23-го года, конец. Очень оптимистично. Да. Хорошо. Большое спасибо за внимание, если есть. Спасибо. Спасибо вам. Значит, мы переходим к вопросам. Ну, вот я хочу задать такой первый вопрос. Насколько вы считаете правдоподобным, и вообще откуда берется вот этот прогноз, что к концу года потребительские цены увеличиваются в полтора раза? Ну, с этим трудно спорить даже. Это экспертное осуждение. Нам показалось, что наиболее, как мы считали, что четвертый сценарий, он приблизительно соответствует намерениям и действиям центрального банка и кажется разумным. А вот эти цифры, что вырастет в полтора раза, что цены вырастут в полтора раза, что, скажем, доходы упадут в десять раз, но в десять раз получается по меньшинственному балансу. То есть посмотреть влияние санкций. Ну, короче говоря… И такую цифру называют тоже эксперты, вот Кудрин называл. Ну, хорошо. Я понял. В то, что в полтора раза, да, нет. Это экспертное осуждение, нет у нас. Понятно. То есть, наиболее, реально, это что, восемь, там, десять процентов, да? Да, ну, вот оценка, которую сейчас опубликовал Росстат, предварительную, там, по-моему, по около шести, чуть меньше шестидесяти наименований товаров, она семь целых восемьдесят. Ну, восемь процентов. Можно, Виктор Меевич, можно в режиме реального времени задать любой сценарий сейчас и посмотреть… Это я понимаю, просто вопрос… Программный комплекс, он реализован, я так называю. Хорошо. Хотелось бы ответить на вопрос Владимир Иванович. Да, сейчас он позволит. Буквально. Давайте. Буквально, да, сейчас я открою. Сейчас какой-нибудь… Действительно, вот можно, значит, можно подойти к делу совсем иначе. Сказать, что давайте не будем пользоваться никакой моделью, а попробуем нарисовать… Продлить кривую. Ну, да, действительно, взять, например, модель авторегрессионную, спрогнозировать, как зависит задолженность по кредитам от тех же самых параметров процентных ставок. Ну, можно очень хорошо исторические данные воспроизвести. На примере средней группы регионов, не обеспеченных домашних хозяйств. Вот синий – это задолженность репрезентативного домашнего хозяйства. Красный – это период обучения настройки параметров вот этой авторегрессии. Это период верификации 2021 год, то есть данные достаточно хорошо воспроизводятся. Но вот отличие вот этого краткосрочного анализа от той модели, о которой мы с Александром Теевичем сегодня рассказывали, модели среднесрочного анализа, вот резкое изменение параметров экономической конъюнктуры, они дают абсолютно неверный прогноз на, соответственно, прогнозном периоде. Другой совсем. Да, совсем другой. Ну и, на самом деле, если там посмотреть варианты, какие там вот этапы верификации, вот, например, видно, что тоже сильно расходятся. Ну, не так, как в моделях, где естественные связи учатся. Ну да, шоковые изменения, конечно. Это не шоковые изменения. А вот просто 2021 год. Ну, конечно, изменения были там, коронавирус. Но ведь по-другому. Совсем другая тенденция. Здесь синяя – это не расчетка модели. А красная – это вот регрессия. Хорошо. Так, еще вопросы давайте. У меня вопрос, если можно человека с улицы, так сказать. Вот что такое санкции? Я-то думал, что главная цель санкции и роль санкции в том, что просто становится меньше товаров, потому что исчезают импортные товары и отечественные, в которых много импортных комплектующих. И вот это вот явление лежит в основе инфляции и всего остального. И на это мы повлиять не можем. Вот что бы мы финансово не делали, я не очень понимаю, как это изменит действительно жизнь домашних хозяйств, эти меры. Вот можно пояснить? Ну да, я, может быть, продолжу этот вопрос. На самом деле, что реально происходит? Реально домашнее хозяйство, они переходят на потребление другого спектра товаров. То есть, поскольку у них сужен спектр и меньше доходы, они переходят просто на то, что они покупают другие, более дешевые товары. Автомобиль и велосипед? Да, вот здесь некоторые вопросы к тому, насколько мы корректно понимаем это понятие санкций. Абсолютно согласен, и эта критика абсолютно правильная. Основные проблемы, мы тоже это понимаем, они связаны с нескольким большим горизонтом. Нас интересовало, здесь будет ли работать потребительский кредит, потому что у нас была возможность на это вопрос ответить. Конечно, санкции выражаются прежде всего в двух обстоятельствах. Два имеют аспекта. Первый – это то, что на внутреннем рынке сокращается спрос со стороны экспортеров, потому что экспорт ограничили. Во-вторых, что более существенно и несколько сложнее оценивать, это проблемы, связанные с импортом. Причем с импортом не на макро уровне, что выразилось просто в изменении курса, а с тем, что есть какие-то, так сказать, вот детали комплектующие. Например, очень существенно то, что мы знаем, что сельское хозяйство в последние годы достаточно успешно развивалось и экспортировало зерно. Но все зерно, которое производилось в России, оно производилось на импортных семенах. Будут ли поставки этих семян? Это же «Быча Свербал» у нас импортных семенах. Это была пассивная компания в этом году. С учетом того, что старые хозяйства, которые производили, конечно, пассивное зерно, совсем не того качества, которое в последние годы использовалось, они не функционируют. Они были, так сказать, по соотношению цена-качество нерентабельны и закрыты. Их нет. Поэтому много таких вопросов возникает, которые, конечно, проявятся, но проявятся не на интервалах месяцев и там до конца года, а несколько дальше. Это отдельная тема, конечно. Мы не замахиваемся на то, что сегодня что-то надо сказать. Спасибо. Еще вопросы? Можно вопросы? Да, пожалуйста. А вот по терминологии реальные данные используете, когда говорите про верификацию, про идентификацию. Все-таки реальные данные имеете в виду, если данные Росстата, но как это? Просто надо говорить, что статистические данные будут корректнее? Мы используем данные о БДХ. Так они называются, обследование бюджета домашних хозяйств. Которые собирают Росстат. Которые собирают Росстат. Есть такая база. Мне, конечно, трудно разобраться. Вы, конечно, за это не отвечаете, я понимаю. Я прошу. Я прошу. Нет, мы отвечаем. Это большой массив данных и в нем не просто разобраться и не просто освоить и усвоить данные. Хорошо. Я должен сразу сказать, что очень спасибо за вопрос. Очень сильно помогал Максим Валерьевич Тарасенко. Он это сделал очень качественно и, конечно, тоже автор наш. Да, он внес очень большой вклад. Виктор Мирич, я выступал на вашем семинаре около года назад. И тогда доклад был основан на данных РМС. Вот Александр Сергей говорил. Высшая школа экономики собирает тоже там. Ну, там 3 тысячи всего домашних хозяйств из 38 групп регионов. И тогда, год назад, я критиковал статистику данных о БДХ. Говорил, что да, вот есть такой большой корпус данных. Да, 50 тысяч домашних хозяйств ежеквартально, но эти данные не являются репрезентативными. Понадобилось немало сил и времени, чтобы в этих данных разобраться и на самом деле понять, что методология та, которая стоит за этими данными у БДХ, за этим опросником, она требует очень серьезного ознакомления. И на самом деле данные, они вполне себе репрезентативными оказались. Тысячи страниц. Второй вопрос у меня такой вот. Когда говорим про задолженность, вот есть банковская терминология в практике, понятие просроченная задолженность. Она отдельно не анализировалась. Мы составляли, конечно. Она доступна, по-моему. Да, доступна за 30 дней, за 90 или больше 90 дней. Большую часть составляет в потребительской задолженности задолженность больше 90 дней. То есть она, по-моему, составляет что-то… Более одного триллиона. Да. Более триллиона. Из двенадцати. Из двенадцати. Более одного триллиона – это задолженность просрочена. Ну, и она, по-моему, безвозвратна в этом смысле. Я думаю, она хорошо смотрелась в структуре задолженности этих домохозяйств, как она в период санкционных периодов. Я думаю, что это спорное утверждение, потому что очень широко применялась реструктуризация. То есть вот когда домашний хозяйств, в принципе, не может расплатиться, то, чтобы не портить свою статистику, коммерческие банки, особенно небольшие, они прибегают к такой практике, что они дают следующий кредит для того, чтобы расплатиться с этим. Да, но практика банков, она тоже… Соответственно, они не попадают вот в эту самую… Понятно. Ну, практика отдельных коммерческих банков, вот здесь же она как-то не учитывается даже… Нет, не учитывается. Поэтому мы просто смотрели на то, что всегда есть такая задача. Вот есть наблюдаемые данные, к ним можно по-разному относиться, мы к ним относимся с уважением. Есть проблема интерпретации этих данных на языке модели. Это всегда не есть – интерпретация один в один. Вот то, что вы говорите, мы не смогли проинтерпретировать и не пытались, но на эти данные смотрели. Можем сказать, как у Ваня Поляк, нам показалось, что можно… Хорошо. Ну, я думаю, что вопросы исчерпаны. У нас уже прошло два часа, так что давайте, так сказать, сворачиваться. Ну, я хочу сказать, что мне очень понравился доклад. Колоссальный объем работы. Замечательная работа в том отношении, что здесь нетривиальная, в общем-то, модификация моделей. И колоссальный объем работы с эмпирическими данными, с статистическими. В общем, действительно, блестящее впечатление производить доклад. Два комментария. Мне кажется, что это все обсуждение, оно выявило некоторый недостаток модели Рамсея, на который авторы опираются. Значит, модель Рамсея предполагается, что, ну, пусть даже в отдаленном пределе, но все сбалансировано. Если мы посмотрим, так сказать, подумаем насчет поведения реальных потребителей, особенно бедных, да, то, скорее всего, надо предположить, что они, в общем-то, вполне допускают возможность банкротства. Да, и, так сказать, в отдаленном будущем, ну, будет банкротство и будет себе здоровье. То есть, может быть, в самой модели Рамсея как бы предусмотреть вот это предвидение того, что группы, отдельные группы потребителей могут, значит, и в пределе не быть сбалансистыми, не думать о сбалансированности, а думать как раз о банкротстве. Второй комментарий вот в чем состоит. Значит, есть работы, показывающие, что для потребителей с разными доходами характерен разный дисконт. И более того, значит, известно, что чем богаче агент, тем больше у него горизонт планирования. Ну, и, соответственно, это выражается в меньшей величине дисконтирования. Здесь тоже это предполагалось. Мы строили разные коэффициенты дисконтирования. Когда мы идентифицируем социальный слой, то для него строится вот эта вот функция зависимости от процентных ставок, его доходов, ожидаемой инфляции. Инфляция разная для разных групп регионов. И, на самом деле, вот можно показать, какие вот эти вот графики получились для… Там меняются, на самом деле, вот, скажем, в период коронавируса удивительным образом переставляется ситуация с дельта. То есть, действительно, вот, как вы сказали, до коронавирусной эпохи, там, действительно, больше были коэффициенты дисконтирования у малообеспеченных. Они становятся не колоссально различными, но, значит, как бы ожидания более стабильные у малообеспеченных, чем у обеспеченных. То есть, вы, на самом деле… Да, 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 конечно, да. Я так бы, значит, не точно… Мы не успеваем все, конечно… Я понял, да. Я-то думал, что вы базовые дисконты брали одинаковые, а потом брали их поправки на все остальное. А вы с самого начала дисконты считали для разных доходов. Даже несколько тоньше получалось, потому что вот инфляция, она по-разному очищается и малообеспеченными, и обеспеченными зарядами. У вас на 23, они по-разному входят. То есть, дисконты являлись на срочные параметры. Да, да, да. Ну, вот это… Ну, вот это… Ну, хорошо, да. Вот это, мне кажется, очень тоже важный элемент, который следовало бы подчеркивать, на самом деле, в докладе, да. Потому что это очень существенно, это отличает, на самом деле, вот этот подход от большинства таких подходов даже в эмпирике. Не так часто это встречается, хотя вот эта идея относительно зависимости доходов от… Дисконтов от дохода, она в литературе присутствует, да. Хорошо. Спасибо громадно еще раз. Да, значит, мы получили удовольствие от доклада. И я перехожу, значит, к объявлению следующего доклада. Это будет 26 апреля. И мы, так сказать, у нас, ну, часто, значит, стиль докладов меняется. Значит, у нас выступит Владимир Евгеньевич Гемпельсон из высшей школы экономики. Ну, и я так понимаю, его сотрудница, я не знаю имя и отчество, Чернина ее фамилия. Значит, и тема такая – растет ли зарплата с опытом? Расшифровка российской загадки. Ну, речь идет, ну, о важном, так сказать, действительно важной закономерности. Если у человека больше опыта, его зарплата как должна меняться? И вот если закладчики берут как бы на поверхности статистические данные, оказывается какой-то абсурд. Вроде как, так сказать, изменение идет не туда. Но дальше они анализируют эти данные более подробно. Значит, ну, применяют, так сказать, разные методы исследования. И эту самую загадку раскрывает. Так что вот это будет на следующем семинаре у нас. Я думаю, что будет это интересно. Приходите, пожалуйста. Всем всего доброго, удачи. Большое спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.